Здарова, друзья! Сегодняшнюю историю мне написал один из моих зрителей под прошлым роликом о армейской истории. Значит так, в армию призвали меня в 95-м, во внутренние войска. Во времена тотального беспредела у нас в батальоне было несколько самоубийств, драки по нескольку раз в день. Я когда уходил на службу, то думал, что иду родину защищать. Так гордился этим. Но уже через несколько месяцев разочаровался в армии. Полностью. Но за всю службу я не тронул ни одного духа. Вообще ни разу. И меня старослужащие тоже трогать боялись. А все дело в том, что я со второго класса ходил на секцию бокса. Все началось с того, что... Знаете, в армии алюминиевые ложки, у них рукоятка такая на конце плоская, на перо похоже. Такую ложку я с размаху наотмашь засадил сержанту, старичку, в верхнее десно. Небо и передний зуб выбило, и ложка застряла. Не могли вытащить сначала. Кровищи было, ора была, столовый пиздец. Этот сержант пострадал за то, что подсел к нам на обед за стол. Из кастрюли, из первым и вторым выловил все мясо и картошку, которые было и так мало. Я ему сказал, чтобы он валил нафиг отсюда. В основном сержанты брали еду у дежурного по столовой, а этот клоун решил над нами поиздеваться. Сержант тогда мне нагрубил и ткнул в бок, и стал ржать. Ну я как и держал ложку в правой руке, так наотмашь и засадил ему в рот. Он со мной на скамейке справа от меня сидел. Так его и утащили в санчасть с ложкой во рту. Потом старшина роты пытался в коптерке мне отомстить за своего коллегу. Его ошибка была в том, что он находился один, а я оказался шустрей и первым пробил троечку. Ему строго в подбородок, несколько минут лежал как бревно. Он оказался крепким челом, челюсть у него не треснула. Я тогда очень испугался, теперь точно дисбат. Он очухался и молчал, встал и больше никогда меня не замечал. И деды, и сержанты тоже про меня забыли. Только офицеры несколько раз дали пиздюлин, но я их трогать боялся. Это же сразу статья. По духанке я на работу не ходил, потому что я пришел служить, а не работать. Комбат сказал, что отправит меня в свинарник. Я сначала испугался, но один старослужащий с завистью поведовал мне, что свинарник это тема. Там можно отлично заработать, продавая свиней, мясо, корма и так далее. Ну и само собой, еды там было всегда в достатке. Я обрадовался тогда, но комбат оказалось, что пошутил. Последние полгода службы, ротный дал мне троих сыновей. Это самые слабые и ненадежные солдаты. Они повсюду должны были быть со мной. Таким образом, хитрый ротный стал вовлекать меня в различные работы. Но у меня ведь были подчиненные сыновья. Так мы и стали служить вчетвером. Этих сыновей старослужащие не любили, но трогать боялись. В один день, когда мне посчастливилось выйти в увольнение, их так сильно побили. Аж двое попали в санчасть, а третий убежал домой. Прихожу я в роту, а сыновей моих нет. Дежурный мне все доложил. Опять сука сержант. Только другое, моего призова. Я ему левый попал не в подбородок, а в кадык. Он глаза вытрощил, открыл рот, ну и получил троечку в табло и упал. Потом я поймал остальных дедов моего призова и пиздил их как мешки. Они мне чесали про армейские законы, про то, что я беспредельщик, не уважаю армейский быт, что их подуханки тоже пиздили и прочую чепуху. Из-за этого случая я был лишен увольнительных, ротным, до дембеля. А того, что убежал, его мать привезла обратно в честь. Привет, подписчик. Напоминаю, что я сейчас активно веду свой телеграм-канал и приглашаю тебя туда. Там много всякого разного материала. Там есть общий чат, где все другие общаются. Так что переходи по ссылочке. Жду тебя там. Пока.